Windows 10 позволяет установить темный интерфейс для приложений и системных элементов, который может меньше портить зрение и кому-то больше нравится по эстетическим соображениям. К сожалению, темный интерфейс внутри Windows 10 реализован не везде. Он есть в большинстве системных приложений и некоторых сторонних приложениях и элементах системы. До сих пор он отсутствовал в проводнике. Разработчики готовы исправить этот недостаток и собираются привнести поддержку темного проводника Windows 10. Кроме того, это не будет универсальное приложение. Полноценный классический проводник на архитектуре Win32 скоро действительно потемнеет. Первые свидетельства этого были обнаружены в последних предварительных сборках Redstone 5, но пока только свидетельства, а не сам интерфейс. Microsoft ведет внутреннюю работу над ним. Выглядит такой вариант весьма привлекательным. Изменения интерфейса делаются при помощи переключателя в приложении параметры, в результате чего все другие приложения становятся темными. На скриншоте показана ранняя версия темного интерфейса проводника. Окончательный вариант может претерпеть изменения. Впрочем, уже сейчас он выглядит неплохо. Темный проводник многие мечтали увидеть уже не первый год, но неизвестно, когда он появится в финальном варианте Windows 10. Это может быть осеннее обновление Redstone 5 или обновление первой половины 2019 года. Пока мы знаем только то, что рано или поздно он появится. Что касается универсальной версии проводника, то работа над ним также ведется и он сначала выйдет исключительно на устройствах под управлением Windows Core OS. Ждать наверняка еще придется долго, прежде чем универсальный проводник сменит классические из редакции Windows 10 Home или Pro. Разработчикам предстоит удостовериться, что новое приложение сможет делать все то же самое, что и классическое, на что потребуется время. Кстати, на днях от сторонних разработчиков вышел файловый менеджер, который построен на UWP платформе. Поэтому, если вам вдруг приелся старый проводник, то можете попробовать приложение Factory. Ссылку оставлю в описании. Сразу предупреждаю, что прога платная, но вроде как выглядит неплохо, тем более, что выбора особо нет. Продолжение следует... Продолжение следует...